Вы много раз говорили, что «шива» означает «то, чего нет». Опять же, есть Ади-гуру, Ади-йоги, Шива, который жил на Кайлаше, который жил в Каше. Что же это такое, то, чего нет? И что это за «шива», которого вы называете Ади-йоги? Видите ли, «шива» означает «то, чего нет». Когда мы говорим о том, чего нет, мы говорим об измерении, которое по своей природе не является физическим. Наше чувственное восприятие таково, что мы можем воспринимать только то, что является физическим. Сейчас вы можете видеть мою руку, потому что она задерживает свет. Вы не можете видеть воздух, потому что он не задерживает свет. Воздух, которым вы сейчас дышите, более важен для вашей жизни, чем моя рука. Не так ли? Но вы можете видеть это, а то не можете. Другими словами, наши органы чувств способны видеть только то, что требуется для процесса выживания. Если вы хотите увидеть что-то большее, для этого вам потребуется определенное усиление восприятия. Так что вся система йоги направлена на усиление этого восприятия. Йога — это не философия, это не идеология, это не что-то, во что вы верите или не верите. Это то, что вы используете для усиления своего восприятия, чтобы обострить своё восприятие таким образом, чтобы вы смогли увидеть то, чего сейчас не видите, смогли услышать то, чего сейчас не слышите. Например, сейчас метеорологическая служба сообщит, «Послезавтра будет дождь». Посмотрите вокруг. Разве ваши глаза скажут вам об этом? Конечно, нет. Нет, но говорю вам, здесь много птиц и животных, которые знают, что послезавтра будет дождь. Муравьи знают, что послезавтра будет дождь, но вы не знаете. Почему? Они, вероятно, испытывают что-то ещё? Разве не факт, что в процессе эволюции мы, как люди, оплодаем наиболее развитой неврологической системой? Да? Верно. Но они знают, а мы не знаем. Просто потому, что большинство людей обременили себя слишком многими мыслями и эмоциями. Они не научились самому основному, как управляться со своими мыслями и как управляться со своими эмоциями. Так что наш собственный интеллект стал препятствием, что мы даже не видим того, что видит муравей или слон, или тигр, или даже собака. В наши дни, если хотят что-то найти, для этого используют собак. Не так ли? Потому что похоже, что они чуют лучше. Они знают некоторые вещи лучше, чем вы. Вот почему мы создали инструменты. Поскольку у нас есть ум определённого вида, который всё ещё нов для нас, в масштабе эволюции, он всё ещё является чем-то новым. Из-за этого мы придумали механизмы, инструменты. Если мы не можем увидеть, что там наверху, мы раскрываем телескоп. Метеорологической службой управляют не муравьи. Она управляется людьми. Эти люди не могут видеть сами, но они создали инструменты, которые способны увидеть. Да? Муравьи могут видеть сами по себе, насколько это необходимо для их выживания. Мы не способны видеть, потому что постоянно присутствует слишком много мыслей и эмоций. Но теперь мы придумали инструменты, которые будут видеть за нас, которые будут слышать за нас, которые будут сообщать нам о вещах, которые мы сами не способны распознать. Так что весь этот процесс, что мы видим и что не видим, что имеет физическую структуру и что не имеет, мы стали исследовать всё это. Но основа нашей науки или предмет нашей науки называется физикой. Физика — это единственная настоящая наука, всё остальное — ответвление от неё. Когда вы говорите «физика», вы чётко заявляете, что вы хотите изучать только то, что является физическим. Это глупо. Это самая большая ошибка, которую мы совершили. Мы говорим, что что-то существует, и это что-то можно изучить, только если оно является физическим. То, что не является физическим, не существует. Разве не факт, что ваше физическое тело — это накопление. Вы накопили его за определённый период времени. Но если реально только это, то вы как личность, вы как жизнь нереальны. Вот что мы заявляем. Я хочу сказать, что именно здесь лежит основополагающая ошибка. Итак, «ши-ва» означает «то, чего нет». Таким образом, мы говорим о том, чтобы получить доступ к тому, что не является физическим, или не входит в сферу так называемой физики или современной науки. Сегодня современная наука знает, что, похоже, существует нечто за её пределами. И теперь они говорят, что логика не приведёт вас туда. Поэтому они изобрели нечто, что называется, нечёткой логикой. Но всё же этого недостаточно, потому что вы всё ещё в ловушке собственных систем, потому что это физика. Вы готовы принять за реальность только физическое. Это означает, что сама ваша жизнь не является реальностью. Жизнь, которой вы являетесь, нереальна. Реальность — это только ваше тело. Так что мы разработали целую культуру, основанную на этом. Когда вы говорите «ши-ва», в некоторой степени вы преодолеваете это ограничение. Культурное ограничение, научное ограничение, ограничение мышления, которое есть у людей, так откуда же он пришёл? Если вы освоили определённые аспекты и получили сертификат, если вы познали определённые аспекты человеческого тела, мы скажем, она — врач. Каким образом вы стали врачом? Потому что восприняли что-то. И вот появился йогин. Он не стал ни перед кем представляться. Так что мы называем его первый йогин. Адь-йоги означает первый йогин, поскольку он не сказал, как его зовут. Но потом кто-то сказал «он — шива», потому что он осознал то, чего нет. Поскольку он охватил то, чего нет, мы тоже называем его шива. И так сейчас в популярной культуре — он шива. Но в духовной культуре — он адь-йоги. Потому что для нас он йогин. Вот почему мы заинтересованы в нём. Поскольку он испытал то, чего нет, мы тоже называем его шива. Если посмотреть сюда, на представителей мужского пола, у более 70% из тех, кто сидит здесь, имя является некоторым проявлением шивы. Осознали ли они что-то? Увидели ли они то, чего нет? Нет, но они способны на это. И так мы знаем, что они потенциальные шивы. Поэтому мы их тоже называем шива. Мы можем даже назвать собаку шива. Мы не думаем, что это оскорбление. Потому что собака не знает то, чего нет. Собака не йогин. Собака не придёт к осознанию и за всю свою жизнь. Но мы знаем, что она также происходит из того же источника, что и вы, и я. Она также происходит из того же источника. Поэтому мы не считаем, что называть собаку йогином. Это неправильно. Некоторые люди очень оскорбляются, когда я говорю такое. Они могут оскорбиться, потому что, наверное, они используют слово «собака» как уничижительный термин. Я не думаю, что есть что-то низкое в том, чтобы быть собакой. Большинство людей доверяют своей собаке больше, чем остальным людям. Что касается меня, я могу назвать шивой даже кузнечика. Я так и делаю. Если я вижу дерево, я говорю «шива». Вижу камень, говорю «шива». Если я просто смотрю в чистое небо, я говорю «шива». Вижу луну, говорю «шива». Вижу звезду, говорю «шива». Осознают ли эти камни, что они «шива»? Нет. Они могут и не осознавать. Но я осознал. И в этом вся разница. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова